здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад сегодня у меня уже пришло время когда я буду пикировать свои острые перцы многие спрашивают зачем вы так рано посадили это было уже тысяча и одно такое мне замечание я посадила так рано потому что испробовал ранний посев перца острова и поздний посев в прошлом году то есть первые перцы в прошлом году с которыми поделилась одна моя подписчица я их посеяла в ноябре вот эти перцы были все лето декоративные они полностью созрели в кашпо все перцы острые я буду выращивать просто в кашпо в различных горшочках ведерках ну и так далее и тому подобное а те перцы которые я сажала в феврале ну вроде как положенные феврале вот они у меня многие просто не приобрели даже ту спел из которую должны приобрести все-таки север ленинградской области это ну не супер условия для выращивания перца я многие перцы осенью вынуждена была занести вместе с кашпо в теплицу и они еще там долго очень доходили но это тоже согласитесь трудоемко лучше я соберу я собирала перц только в зрелом состоянии в общем-то с кашпо я эти перцы выращиваю честному скажу для продажи семян и для интереса мне уж очень понравились красота этих острых перцев завораживающая красота и подчас можно сказать не хуже чем цветы и вообще я из этих перцев составляю различные миксы и перцы комбинировала из цветами перцы комбинировала с пряными растениями с ампельными томатами и все везде в каждом кашпо было красиво об этом я снимала ни один ролик ну прошлом теперь уже прошлым летом роликов было много и везде в обзорах я это показываю ну и так как спрос есть а предложений тоже много по такой красоте а тем более еще делятся мои подписчики приятельницы и подруги поэтому в этом году что-то много честно сказать сама не знаю сколько но сейчас буду пришла пора пикировать не все сорта некоторые из них и поэтому я сейчас как раз все запишу и сосчитаю вот так выглядит перцы я где-то теперь высаживала в середине декабря вот это декабрьская середина декабря рассада честно говоря точную дату не записала потому что два первых посева перца просто съели больше об этом тоже уже был не один ролик какая-то беда была с ушами и ничего они не ели а только острый перец рассаду сгрызли все второй посев я сделала и точно так же пока не вывела всех мышей это целая эпопея я даже написала в телеграм канале в дзене статью как я боролась с мышами и рассматривая все предложения моих подписчиков так вот третий посев перца я перенесла вообще на другую полку под хорошие лампа мини фермера лампа для рассады мультиспектр и вот на сегодняшний день они выглядят вот так но они все выглядят по разному потому что есть перцы которые могут расти в полулитровом горшочки и будут маленькие все все усеянные перчиками а есть перцы которые будут расти метр и метр двадцать и перцы там уже существенные есть перцы очень острые есть полуострый есть только острый кончик например а сам перец такой пикантный в общем они все совершенно разные вот поэтому и не остановиться грунт вот сейчас буду рассаживать только те перцы ну которые требуют того он посмотрите уже тут сколько корней да и мощный этот перец это перец например каенский подписчица моя татьяна из ленинградской области поделилась вот этим перцем схожесть как правило здесь в основном перцы свои семена но подписчиков мои подруг некоторые я покупала в магазинах магазинах оби в местном магазине и схожесть конечно своих перцев очень хорошие ничего не могу вам сказать у меня взошли все перцы а здесь даже уже интересно вот такая корневая система поверхностно требует пищат пересадите меня конечно вот это все богатство что я вам показала пересадить это мне надо тут занять целую светелку поэтому я буду некоторые перцы выращивать такими кучками особенно маленькие и потом их буду даже сажать по два-три вместе такую систему посадки я еще не пробовала но татьяна моя подружка мне порекомендовала именно так сказала что у нее прекрасно растет ну вот так и буду сейчас запишу все сделаю и вам расскажу сколько же у меня будет перцев и кому надо на следующий год моем интернет-магазине вконтакте будут семена такого перца вот они все постепенно постепенно вылезают от ольги нарышкиной только получила три сорта например сейчас очень хотела сальса оранжевая красная и желтая тоже интересно ну и так далее и тому подобное давайте теперь посмотрим какой я сделала грунт ну и так вот наполню стаканчики честно говоря надо бы сесть обрезать края у стаканчиков ну чего-то не хочется с краями намного больше места займет я буду пикировать стаканчик 200 грамм честно вам скажу вот такие стаканчики 50 грамм я вообще терпеть не могу они настолько отвратительно стоят в контейнер что если контейнер не полностью заполнен они постоянно норовят падать вообще не люблю вот только сеяла что 200 граммовые стаканчики мне в этот раз в вазоне вы не представляете шли ровно месяц я не знаю что это было но через месяц только пришел мой заказ вот такое дело вот наполнила стаканчики вот тут например один перчик но корневая уже мощная а тут вот три перчика я буду себе оставлять по два перца буквально по два мне этого предостаточно да и видно например посмотрите один здесь конечно был забит этими двумя он здесь совершенно не нужен а вот эти два перчика я сейчас и перевалю и прямо так 2 и буду выращивать вот так мне посоветовали жгучая например паприка самое главное подписать ничего не перепутать и ничего не забыть потолкаются друг с другом говорят что все будет хорошо подписываем жгучая паприка очень красивая перец вот такая работа мне сейчас предстоит ну все дорогие друзья на работу я свою выполнила в основном пересадила по одному экземпляр но если я знаю какие-то мелкие сорта перца посадила по 2 200 грамм стаканчик вот сейчас они такие получились что меня расстроила расстроилась даже очень сильно пока это все дело делала расстроилась только из-за того что очень много всего насеяла я пока выписала потом еще проверю но пока выписала получилось 45 сортов думала что 30 но впереди у меня еще будет 5 сортов и того но я уже точно знаю и того будет 50 а я еще хотела с приятельницы татьяной поделиться наверное нужно успокоиться 50 сортов это минимум ну 25 каких-то горшков если по два перца сажать в одно в один горшок представляете сколько это только бы не началась болезнь такая заразное накопительство и я хочу что-нибудь еще ну как это бывает с томатами как это бывает с питуньями и это надо это надо вот это самое страшное это меня расстроило 50 это многовато я рассчитывала на результат поменьше ну ладно посмотрим как кого укомплектуем часть я еще поделюсь здесь отвезу маме сестре и так далее ну заодно я еще пересадила дорогие друзья вот такую герань в этом году одну и сажала герань зональную которая называется красавица подмосковья она такого вот цвета розовая с такой серединкой светлой очень чем-то похоже на павлу чем-то наверное другой совсем ну другой немножко оттенок просто больно мне понравилось других пеларгонии я не села села пеларгонию давно и вот сейчас она вот в такой стадии было 5 семян 5 семян и взошло мне получилось 5 растений вот так сейчас выглядит это зональная пеларгония уж просто заодно вам покажу так что работу свою я закончила сейчас эти перцы поставлю вот под лампами не фермера отличные лампы где купила как купила тоже был ролик и под этими лампами пусть они здесь подрастают под лампами не тянутся сразу вам хочу сказать что вот сейчас пересаживала рассада не потянутая никак рассада отлично выглядит и отлично смотрится но под такими лампами она и не тянется вот и хорошо единственно перцу бы чуть чуть потеплее все-таки температура у меня здесь 18-20 градусов для перцев бы потеплее ну как видите и ничего страшного будут закаленные так я им сказала и все закаляйтесь дорогие мои перцы чтобы потом меньше перенести стресса и болезней момент когда я буду это все высаживать в горшки кашпо и так далее так что вот все этапы вам показывала как сеяла почему сеяла что сеяла сколько сеяла вот сейчас пикировка и так далее и тому подобное потому что на моем канале можно увидеть все все видео от посева семечки до получения какого-то результата хорошего или не очень но результата не забывайте подписываться в телеграм-канал не забывайте подписываться в дзен там совершенно другая идет трансляция там очень много я пишу и статей и особенно постов пост читать очень здорово он кратенький ну какая-то важная информация в нем тоже находится поэтому вас призываю поддержите в этом году я уже говорил прямом эфире youtube будет отдавать предпочтение тем блогерам у которого есть постоянные зрители то есть ценится не количество подписчиков а их постоянство поэтому желаем вам постоянно смотреть мои ролики и еще желаю крепкого здоровья и мирного дня